Добрый день! Сегодня мы на православном канале Экзегет продолжаем размышлять и говорить о истории Каина и Авеля, очень важной такой истории в Священном Писании, изложение которой занимает собой четвертую главу книги Бытия. И мы с вами говорили в предыдущих частях о том, как в этом мире появились Каина и Авеля и каким образом совершилось вот это внутреннее приготовление Каина к тому, что он сделал. К первому в человеческой истории убийству одного человека другим, более того, брата убийству. Итак, как же это происходит? Мы с вами говорили о том, что на самом деле это не какое-то разовое действие, как можно было бы подумать при таком поверхностном прочтении Священного Писания. Нет, совершенно очевидно, что вот эта готовность, эта злоба, эта ненависть, которая в конечном счете привела Каина к убийству Авеля, она успела созреть в его душе. Более того, она успела оформиться религиозно и идеологически. Она стала идеологией Каина и его потомков на этой земле. Что это за идеология? Это идеология земного стяжания, земного приобретения, выживания на земле всеми силами, идеология полного погружения исключительно в земной пласт существования этого мира. В такое решительное, принципиальное отвержение, отторжение духовного начала, взаимоотношений с Богом, подлинных взаимоотношений, неформальных, но основанных на благоговении, на богообщении, на получении благодати Святого Духа. Отношения Каина с Богом были абсолютно формальными. Они не были наполнены благоговением, они не приносили душе Каина той благодати Святого Духа, которой наполнялся Авель. Более того, это внутреннее нерадение о духовной жизни, оно сделало Каина и первым богоборцем, потому что мы видим явно из Священного Писания, что Бог обращается к Каину, но Каин отвергает те попытки Бога каким-то образом научить его духовной жизни, повернуть его к необходимости других отношений и с Богом, и с его противником, сатаною в борьбе последнего за человеческую душу. Каин сознательно, и это именно сознательное деяние после общения с Богом, открывает свою душу в сатанинской злобе. Он сознательно принимает в свою душу грех, зло, делает ее жилищем сатаны, греха и злобы. И поэтому, естественно, что его наполняет ненависть к Авелю. Ненависть к Авелю как представителю совершенно других отношений Бога и человека, как к человеку, который строит свое земное существование в первую очередь на угождении Богу, в первую очередь на следовании праведности, а к такому земному своему преуспеянию показывает явное такое равнодушие. И как же успели обосновать, утвердить в своих душах Каин и все его духовные наследники, вот то противостояние, которое выразилось между двумя этими братьями, между двумя этими разными подходами к земной жизни. Ведь Каин не просто смотрит на Авеля как на какого-то заблудшего чудака, как на человека, который вот таким образом склонен проводить свою жизнь, гоняясь за какими-то религиозными фантазиями и жертвуя лучшим из своего земного приобретения для того, чтобы угождать Богу, для того, чтобы приобретать вот это какое-то внутреннее духовное состояние праведности. Мы видим, какой изощренности достигло это идеологическое обоснование правильности своего подхода к земной религиозной жизни у Каина и у его потомков, потомков причем не только земных, плотских, но и духовных. Ведь таких как Авель, такие как Каин видят прямую угрозу всему своему существованию. Вот эту иррациональную внутреннюю ненависть, которая рождается вследствие разности духа, которые они в себе несут, они начинают оправдывать всевозможными соображениями, как им кажется высшего порядка. Авели такие как он угроза человечеству, они не думают о том, чтобы человечество могло существовать свое удовольствие на этой земле, они не думают о том, чтобы человечество было благополучно. Их подход грозит человеку истреблением, деградацией. Они ведут жизнь дикарскую, простую. Они не полагают своих сил на то, чтобы развить какие-то земные преимущества, столь необходимые для того, чтобы добиться успеха на этой земле. Это вызов обществу Каинов. А не будем забывать о том, что, как мы говорили, Каин и Авель стоят на пороге того, чтобы сделаться основоположниками новых родов, сделаться такими своего рода патриархами будущих племен. Об этом, как мы говорили, свидетельствует то, что они уже самостоятельно приносят жертву Богу. Они уже сами становятся главами своих родов, по крайней мере, хотя бы еще вот в какой-то такой обозримой жизненной перспективе. И поэтому Каин видит в подходе Авеля угрозу благополучию всего человеческого рода. Если этот Авель избирает вот такой подход, который не принесет явно человеку преуспеяния на этой земле, если этот Бог благословляет Авеля и не благословляет Каина, хотя Каин столь очевидно прав в своих устремлениях, в своем намерении выжить на этой земле, на которую этот же самый Бог его и поместил, то очевидно, что Авель это та угроза, которую необходимо устранить ради блага всего человечества, ради блага потомства Каина, ради того, чтобы человечество оказалось направлено на верный путь, на тот путь, который принесет человеку земное преуспеяние. Вот не случайно поэтому Авель является прообразом Христа. Кем же тогда является прообраз Каина? Безусловно, он является как раз таки прообразом, духовным отцом, духовным прародителем тех самых саддукеев, фарисеев, книжников, руководителей еврейского общества, ведь они руководствуются в своем стремлении убить великого праведника, величайшего праведника всего человечества. Вот именно вот этими земными исключительно соображениями человеческого благополучия, они строят свое обвинение Христа на идеологии Каина. Христос является угрозой, потому что он не думает о том, как обезопасить народ, народ, о котором так пекутся, о котором так переживают книжники и фарисеи. Он совершенно об этом не задумывается, он легкомыслно проповедует какое-то царствие Божие, не понимая того, что за эту проповедь, поскольку она очевидно будет неправильно понята на народ, если он ее воспримет, обрушится кары державных римлян и их императора, который не потерпит какой-то конкуренции на этой земле. То есть все вот эти соображения книжников и фарисеев, они продиктованы вот этим якобы земным благополучием, но и стремлением, безусловно, сохранить свою власть. Власть, опять же, направленную на что? На все то же приобретение, на все то же увеличение своих земных богатств, своего земного преуспеяния. Именно поэтому они, как достойные наследники, духовные наследники Каина, позволяют вот той злобе, которая их распирает изнутри, совершить величайшее в мире богоубийство. Именно поэтому кроткий Авель является вот таким образом будущей жертвой Христовой, будущего пастыря овец, который взойдет ради них на крест и принесет им духовное избавление, приведет их в духовное царствие, в противоположность тому, к чему стремятся привести человека, человечество, тому комфортному стойлу, в которое хотят загнать, поставить и наполнить его кормушки, эти якобы земные благодетели человеческого рода, стремящиеся ослепить человека духовно, стремящиеся оторвать его от небесного и полностью сосредоточить его на земном. Мы увидим в человеческой истории и в окружающем нас мире достаточное количество платонков Каина, которые руководствуются той же идеологией, тем же умонастроением, которое характерно и свойственно было их духовному прародителю и отцу. Человеческая история обречена всегда повторять собою вот тот архетип отношений, которые заложены были Каином и Авелем, потому что на самом деле человек всегда, приходя в этот мир, оказывается перед выбором либо достигать праведности как Авель и стремиться к ней, либо приобретать земные выгоды и преимущества подобно Каину и сделать это своей религии и своей идеологии. Итак, вот это как раз таки и является тем внутренним содержанием, которое заставило Каина поднять свою руку на своего брата. Что же, как будто Авель этого не понимал и не видел, он был таким блаженным дурачком, как казалось Каину. Нет. Вот очень интересно об этом говорит в своих откровениях, посмертных откровениях, и являясь в начале XIX века, через 300 с лишним лет после своей земной жизни, на Афоне преподобный Нил Мирточиво-Афонский. Он очень интересно так комментирует вот эту историю взаимоотношений Каина и Авеля и говорит о том, что Господь Бог обращался к Авелю и говорил, «Авель, пожалей брата своего Каина». Пожалей – значит, помолись о нем. Ведь жалость – это уже основа молитвы. Это уже одно из проявлений молитвы. Это уже залог праведного отношения к другому человеку. И Авель отвечает Богу, «Господи, а меня-то кто пожалеет?» Потому что он чувствует, он знает, что он остается один на один с человеком, абсолютно не разделяющим его взглядов, его отношения к жизни, с человеком озлобленным, с человеком полным ненависти. Он не слеп перед лицом этой опасности. Он принимает ее с поистине праведным отношением сострадания и жалости к погибающему в грехе душе своего брата. И Каин начинает свое убийство с попытки духовного убийства своего брата. И это очень важный такой момент, который тоже отражен в Священном Писании, и который мало того, что не обращает на себя зачастую нашего внимания при чтении, но еще и теряется при других вариантах перевода. «И сказал Каин Авелю брату своему». Вот такая странная фраза. Казалось, без начала, без конца. «И сказал Каин Авелю брату своему». Что сказал? Что стоит за этими словами? Ну, славянский текст Священного Писания, следом за переводом семидесяти толковников, септуагинты, также некоторыми другими переводами, здесь в этом месте ставят как бы вот такое разнеснение, что Каин своему брату Авелю сказал «пойдем в поле». Но хочу обратить внимание на то, что оригинальный еврейский текст Священного Писания вот этого пояснения о том, что «пойдем в поле» не содержит. Ну, и правда, это слишком такой, казалось бы, ну, в общем-то, не несущий глубокого смысла момент. Ну, пойдем в поле и все. А вот именно то, что Каин сказал Авелю брату своему, на самом деле здесь можно вместо «сказал» это, так сказать, перевести, как «говорил Каин Авелю брату своему». То есть свои взаимоотношения, свое вот такое вот покушение на убийство своего брата, Каин начинает со словесной, с духовной попытки его уничтожить. Он пытается уничтожить именно его отношение к миру. Он пытается переубедить Авеля, пытается доказать своему брату, что тот не прав, что его отношения с Богом, с миром, с точки зрения Каина заведут человечество в тупик. Всегда дьявол пытается сначала уничтожить душу человека, а если не достигает успеха в этой попытке, тогда уничтожает тело для того, чтобы хотя бы убрать с просторов этого мира земного ту неприятную ему, раздражающую его фигуру, само пребывание, которое здесь, столь мучительно для одержимого злобою духа. Вот и Каин сначала эту свою злобу, этот свой яд изливает на своего брата в надежде уничтожить его дух, сломить его дух, подчинить его себе, подчинить его своему духовному влиянию и, по всей очевидности, не добивается никакого успеха. И тогда он переходит уже к последующему шагу, к шагу, на который он уже был обречен всем своим внутренним духовным состоянием, о котором говорит Иоанн Богослов в своем послании. Почему убил Каин Авеля? Да потому что дела его были злые, а дела его брата были праведны. Вот именно вот этот конфликт между злобой и праведностью одного и другого приводит к необходимости того, что один убивает другого. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. Что значит Каин и Авель, когда они были в поле. То есть он это делает в удалении от человеческих жилищ, от человеческого мира. Он пытается сделать это тайно, пытается сделать так, что как бы Авеля никогда и не существовало в этом мире. Пытается истребить как бы саму даже память о нем, сделав то, что он замышлял тайно, таким тайным образом. В поле, то есть в каком-то таком пространстве, не заселенном там, где видимо Авель пас своих овец. То есть вот таким образом совершается вот это первое человеческое преступление, совершается вот это вот убийство, к которому Каин пришел совершенно не случайно, к которому он склонился не благодаря какому-то одному, единичному, разовому событию, какому-то такому неудачному жертвоприношению, но к которому пришел всей своей жизнью, всем своим умонастроением, всей своей такой вот идеологией. Он совершает это убийство принципиально, совершает это убийство из-за той иррациональной ненависти, которую полна его душа вследствие одержимости духом злобы, но при этом подкрепленной идеологически, подкрепленной религиозно, подкрепленной всевозможными оправданиями, на которые так изощрен падший разум противника Бога Сатаны и подвержены его внушению умы людей, которые становятся его такими земными воплощениями, земными агентами этого сатанинского духа в человеческой истории, в человеческой жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok